И Душевая Господа, и вся внутренняя Моя, Имя Святой Его. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! О чем прямо внушает нам Святой Евангелие? Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Итак, бодрствуйте, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. Надо бы нам, дорогие, ждать и каждое мгновение держать в мысли, что вот-вот явится Господь. И воссияет, как молния от одного конца вселенной, до другого. Иным думается, что можно это ожидание Господа заменить ожиданием смерти. По сути, хорошо и это, или хоть это. Но ожидание Господне, пришествие одно, а ожидание смерти другое. Иная мысль о том и о другом, иное и чувство, рождающееся под действием той и другой мысли. Дня Господня жди, в которой все кончится определением безвразвратным. После смерти все еще будет длиться время нерешенного состояния. А вот день Господень все распределит на вечные веки и запечатлеет так, что уж и не жди изменения. Ждал, говоришь, и еще жди, и все жди. Но это, скажешь, отравит все радости земные. Нет, не отравит. А только изгонит из порядка в твоей жизни такие радости, которые незаконно пользуются этим именем. Будешь и при этом радоваться, но только о Господе. И Господа ждать при такой радости всегда можно. И если Господь застанет тебя, дорогой, в этой радости не взыщет, не накажет, а только похвалит. Хороший, скажет раб, садись возле меня. Все мое, все твое. Потому, дорогие, радости земные бывает увлекают человека, и он может дойти до гиены огненной. Потому будем сорадоваться более Господу. А тогда и радости земные встанут на свой порядок. И мы поймем с вами, куда идти и чего хочет от нас Господь. А Господь хочет от нас с вами спасения. Спасения, чтобы мы спаслись для того, чтобы иметь в себе вечную радость. На этом, дорогие, прощаюсь с вами. Будьте здоровы и Богом хранимы. 23 марта в четверг празднуют День Ангела все Анастасии. Именно в этот день отмечается память преподобной Анастасии Патрикии. Она жила в Константинополе и происходила из аристократической семьи. Девушка пользовалась большим уважением императора Юстиниана. Рано овдовев, Анастасия тайно покинула Константинополь и отправилась в Александрию. Недалеко от города она основала небольшой монастырь и целиком посвятила себя Богу. Через несколько лет император Юстиниан тоже овдовел и решил разыскать Анастасию, чтобы жениться на ней. Узнав об этом, блаженная Анастасия немедленно направилась в далекий скит Кави Даниилу. Чтобы спасти Анастасию, старец облачил ее в мужскую монашескую одежду и назвал Анастасием, евнухом. Поселив ее в одной из самых отдаленных пещер, старец дал ей молитвенное правило. Только один инок знал это место. Раз в неделю он приносил к пещере небольшой хлеб и кувшин воды. В таком строгом затворе преподобная Анастасия прожила 28 лет. То, что она женщина, все узнали только после ее смерти. Мощи преподобной Анастасии в 1200 году были перенесены в Константинополь и положены неподалеку от храма Святой Софии.